МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Пульс города». Чем живет сегодня Барнаул? Какие события в нем происходят? Явления и причины, люди и их поступки. Вот главные темы этого выпуска. Только первоклассников больше 10 тысяч. Все ли барнаульские школы готовы к началу учебного года? Длиной в километр с лишним, где в городе построят новую дорогу? Фестивали, розыгрыши и визит столичных артистов. Подробности празднования дня рождения Барнаула. Ровно неделя до начала учебного года. В этом году за школьные парты в Барнауле сядут порядка 10,5 тысяч первоклассников. Каждый класс начальной школы, уверяют специалисты, обеспечен своим учителем. Что касается содержания образовательной программы, то изменений немного. Предмет ОБЖ дополнится новыми модулями первоначальной военной подготовки для учащихся 10-11 классов. Продолжить действовать прошлогодние нововведения, поднятие флага по понедельникам, исполнение гимна и предмет разговора важным. Добавим в общей сложности на подготовку к новому учебному году в Барнауле направили более 141 миллиона рублей. Приемка образовательных учреждений к учебному году в Барнауле завершилась. Специалисты проверили более 250 объектов, основная часть из которых – школы и детские сады. Какую подготовку провели и много ли замечаний возникло у комиссии? Смотрите в следующем сюжете. С 24 июля специальная комиссия начала проверять, как Барнаульские образовательные учреждения подготовились к началу учебного года. В последний день работы комиссии специалисты посетили 131-ю гимназию. Здесь они оценили комплексное обновление помещений, включая актовый зал, а также специальный уголок для учеников. Знаете, творческие проекты, участие в конкурсе. Здесь будет совет учащихся, здесь будет совет, актив нашей первичной организации российского движения детей и молодежи. Направлений очень много. И я думаю, что он не будет пустовать, этот штаб наш. Здесь есть все для реализации творческих задумок. Оборудование для создания медиаконтента о школе, специализированной литературе, а также интерактивные игры, которые помогают лучше узнать Алтайский край. Мы для них мастер-классы проводим. Сюда их вот прям я жду. Есть и идеи по улучшению работы школьных кружков и музея. Костюмы в стиле манеризма. Вот эту коллекцию мы будем создавать в этом году. Есть и нововведения, которые, к слову, коснулись не только этой, а всех школ краевой столицы. В 2023 году на территории города Барнаула в общеобразовательных учреждениях будут реализованы мероприятия по созданию интерактивных комнат, где будут тщательно изучаться видеофильмы и также будут рассматриваться агитационные материалы по линии безопасности дорожного движения. Помимо общих условий комиссия проверила пожарную сигнализацию техническое оснащение школы на предмет безопасности учащихся, камеры, турникеты. По итогам осмотра 84 школ проблем не возникло. Недочеты, которые бы вызвали неполучение акта готовности к учебному году, таких серьезных замечаний не было. Замечания, которые комиссия выявляла, связанные с тем, что где-то необходимо еще чуть подкрасить, где-то что-то подремонтировать, но это никак не влияет на то, что школа откроется к 1 сентября. Комиссия осмотрела все школы, в том числе, где прошел капитальный ремонт. В общей сложности проверено больше 250 объектов, включая учреждения доп. образования и детские садики. На территории Ленинского района 32 детских сада. Все они готовы к началу учебного года, начиная от благоустройства территории и завершая уже внутренним содержанием. Достаточно большое накопление игрового материала. Очень много укомплектовано и учебно-методической литературы для самих воспитателей. Всего в этом году на ремонт одних только школ из городского бюджета было выделено порядка 112 миллионов рублей. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. Специально для программы «Пульс города». К другим темам. 42 тысячи квадратных метров заасфальтировали в Барнауле по программе текущего ремонта дорог. Всего же на обновление городских улиц в этом сезоне из разных источников направят больше 2 миллиардов рублей. А в следующем запланировано строительство мега-объекта дорожной инфраструктуры. В квартале новостроек по улице Сергея Семенова появится новая дорога, длина которой превышает километр. Об этом подробнее рассказал в интервью заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Улица Сергея Семенова у нас запланирована в 2024 году на ее строительство. Возможность эта появилась за счет участия нашего правительства в инфраструктурном бюджетном кредите. Это заемные средства, которые Алтайская игра будет потом возвращать. Но для города Барнаула это значит лишь то, что у нас появится новая благоустроенная дорога в этом микрорайоне. На сегодняшний день завершается проектирование, проект находится в экспертизе. Стоимость более 250 миллионов рублей, достаточно значительная стоимость. Ну и сам по себе объект большой. То есть будущему подрядчику предстоит разобрать бетонное разрушенное покрытие, устроить сеть ливневой канализации, защитить существующие инженерные сети и заново собрать дорожное покрытие, построить уличное освещение, установить светофорный объект, где необходимо это выполнить и благоустроить в части тротуаров там, где их на сегодняшний день еще нет. Большая работа. Более того, мы проработали с правительством. Часть средств уже будет передвинута в этом году. Это позволит нам расторговаться пораньше, то есть я думаю, что либо конец третьего квартала, либо начало четвертого этого года мы проведем конкурсные процедуры. Для того, чтобы подрядчик, который выиграет данный аукцион, смог за тот зимний период подготовиться и уже с самого раннего начала весны зайти и приступить к работам. Надо полагать, что будут сложности для жителей микрорайона, потому что это одна из основных автомобильных дорог. Но тем не менее за 2024 год объект будет построен. А что еще в планах на 2024 год? У нас в планах реализация нашего национального проекта «Безопасные качественные дороги». То есть мы должны в 2024 году привести к 85% нормативного состояния в нашу опорную сеть. Определены объекты. Наверное, один из крупных – это улица Северо-Западная. Но в большей степени это уже объекты районного значения, потому что мы все-таки опорную сеть, нормативное состояние, основные магистрали привели. Поэтому есть возможность в микрорайонах выполнять работы. И в целом это позволит тот показатель, который на старте проекта в 2017 году закладывался, выполнить. БКД – продолжение ремонта дорог сельских поселковых территорий, продолжение ремонта частных дорог в рамках проекта поддержки местных инициатив. То есть, в принципе, все направления, в которых в этом году мы участвуем, программы, в которых мы участвуем, позволят планируемое их продолжение в следующем году. Пока рано говорить, какое количество объектов в плане ремонта и строительства будет на следующий год? Или, может быть, бюджетно проще сказать, сколько закладывается? Посмотрите, мы ориентируемся на разные уровни бюджетов. То есть, БКД, здесь софинансирование краевого, городского бюджета, порядка миллиарда рублей будет направлено. Инфраструктурный бюджетный кредит – это, я уже озвучил, более 250 миллионов рублей. Надо не забывать, что огромный пласт работы – это содержание уличной дорожной сети, уборка в зимний период, очистка в летний период. Здесь тоже сумма достаточно значительная, это более 300 миллионов рублей. Поэтому у нас уже года как три, именно в сфере дорожно-благоустроительной, достаточно значительное финансирование, более 3 миллиардов, и я думаю, что эти темпы мы выдержим. Проект «Историческая линия» вот уже больше месяца действует в столице Алтайского края. Это пешеходный туристический маршрут для самостоятельного знакомства туристов и жителей города с Барнаулом и его наследием. Подробности далее. Стать участником экскурсии по историческому центру краевой столицы теперь может любой желающий, будь то гость города или его житель. Проект «Историческая линия» – это бесплатное знакомство с важными историческими периодами и достопримечательностями Барнаула. Проводник по экскурсионному маршруту – красная линия на тротуаре. Ее протяженность – около двух километров. В Барнауле историческая линия пролегла в историческом центре. Это, естественно, улица Ползунова, где сконцентрированы основные памятники архитектуры города. Это улица Молотобольская, ее пешеходная часть, проспект Ленина, улица Пушкина и площадь Свободы. Это кольцевой маршрут, то есть эта линия, она не в один конец. Зайдя на каком-то из участков линии, человек сможет пройти по каждой из точек и вернуться в то место, откуда начал. На протяжении всего маршрута установили 20 информационных конструкций. С их помощью можно воспользоваться аудиогидом. Чтобы воспользоваться аудиогидом, достаточно иметь в руках телефон. На каждом информационном столбике расположен QR-код. Считав его, можно прослушать информацию об объекте и увидеть подробные сведения. Такие изменения на улицах города не остаются незамеченными. Это интересный проект, учитывая то, что у нас это является таким старой столицей города, так сказать. Тут много исторических зданий сохранилось. Мне, честно говоря, нравится здание бывшего завода «Спички», монументальное строение. Также мне нравится шпиль, всем известный. Тоже ключевое здание нашего города получается. Это сплочение, я считаю, нынешнее прекрасное время нашего народа. То есть, мне кажется, вот эти все исторические моменты, открытие, да, что-то значимое, вековое такое, оно необходимо для нас сейчас. Мне прям вот эта идея, фикс, что я должна посетить все. Мне прям очень хочется начать вот прям сегодня. Потому что я многого, оказывается, не знаю тех мест, которые у нас в Барнауле существуют. Город Барнул перенимает, наверное, передовой опыт других городов Российской Федерации. Такие проекты существуют в Екатеринбурге, Иркутске и других городах. Я думаю, что этот маршрут будет интересен не только и не столько гостям города, как его жителям. И это уникальная возможность, когда каждый барнаулец сможет, хоть и на какой-то короткий промежуток времени, почувствовать себя туристом. Пройти по улицам города, узнать что-то новое. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. Специально для программы «Пульс города». 10 новых парков отдыха должны появиться в Барнауле в ближайшие 18 лет. Такая информация появилась еще в прошлом году. Ее внесли в схему развития города разработчики генплана краевой столицы. Между тем, барнаульцы все чаще говорят о том, что город год от года меняется. Запущенные парки после реконструкции становятся местом, где хочется проводить время. Благодаря чему это происходит? Должен ли каждый из городских парков иметь свое особое лицо? И стали ли барнаульцы трепетнее относиться к паркам после их реконструкции? В нашем материале. Тут все хорошо. Ну все. Не сравнить, какой был и какой стал. Как в Москве. Многие эксперты еще до начала реконструкции изумрудного, а это было 4 года назад, говорили, что будут стремиться создать современный парк, похожий на столичный. Спустя время не только эксперты, но и простые горожане уверенно заявляют. Получилось. Все потому, что жители и общественность были очень активны. Проводили субботники, а потом проголосовали за реконструкцию парка в рамках федеральной программы. Наш город участвует в нацпроекте «Жилье городская среда» уже с 2019 года. С 2019 года мы приступили благодаря выбору населения, в том числе именно в рамках голосования. Жители выбирают у нас зеленые уголки, на которых они хотели бы видеть их новыми. Теперь новые изумрудные в качестве места для отдыха выбирают тысячи людей. Причем не только те, кто живут рядом. Пешеходные, виллодорожки, площадки для выгула собак. По выходным не только здесь проходят всевозможные развлекательные мероприятия. Изюминки добавил и пруд, который наполнили в этом году. Он отличается, конечно, детскими площадками, отличается от других парков. Ну и вот озеро, катамараны. Больше же у нас нет таких в парках в Барнауле. Таких нет, но есть другие. Вслед за изумрудным, общественность, а затем и власти обратили внимание на парк, через огромную территорию которого в 90-е люди даже боялись ходить. Море пространства и зелени, и море мусора. Таким еще пару лет назад был юбилейный. Теперь он тоже меняется на глазах. Народ стал гулять, отдыхать. А до этого никто здесь не был. Ну, лыжники иногда промелькивали. И какие-то странные такси, машины тут заезжали. Непонятные. Изменения кардинальные. Мне очень нравится, какая здесь сейчас природа, аллейка. Едешь на велосипеде, и над тобой прям такая небольшая лесная роща, как будто бы. Очень комфортно. Есть здесь хороший асфальт. Белочки прыгают, каждый день их вижу, поэтому я очень доволен. Надеюсь, парк будет развивать еще больше. Я бываю практически ежедневно. И, честно говоря, мне нравятся те места, где еще не благоустроено. Потому что они напоминают лес. Сейчас позиционирование зеленого парка хотелось бы для отдыха, для спокойного отдыха. Вслед за общественниками, обычными горожанами, эксперты заговорили о том, что каждый парк, будь то новый или после реконструкции, должен иметь свое лицо и свой колорит. У изумрудного он есть. Должны подтянуться и другие. Если, скажем, 10 лет назад, 5 лет назад зеленые зоны в качестве благоустройства еще были достаточно сомнительными, то теперь к вопросу к качеству нет. Вопрос только лично, может быть, у меня. Вопрос к идентичности зеленых зон. Потому что, мне кажется, что у каждой зеленой зоны должна быть своя айдентика, должна быть своя узнаваемость. Чтобы человек, ну вот, понимаем мы, да, в мире современном живем, человек где-то сфотографировался, выставил статус. Мы все понимаем, где он. Возьмите парки Великобритании, возьмите парки, вообще европейские парки. Там в городах, допустим, в той же Барселоне, такое туристическое место. Ведь там каждый парк имеет какую-то свою направленность. И вот в этом плане у нас в городе Барнауле изначально парки имели такое свое лицо. Парк Центрального района, но он всегда считался историческим. Ведь горная аптека, которая находится напротив этого парка, это по большому счету был питомник, был аптекарский сад, который там. И первая улица города Барнаула проходила именно по территории парка Центрального района. И он носил, так будем говорить, такую историческую свою направленность. Кстати, в этом году Центральный на реконструкции тоже в рамках федеральной программы. Сохранит ли он свою изюминку, покажет время. А между тем, нынче горожане отдали свои голоса за реконструкцию парка имени Ленина. Проект парка на стадии обсуждения, но народ в перспективе видит его тоже, со своей изюминкой. Парк культуры и отдыха со спортивным уклоном. Наверное, не со спортивным, а больше всего физкультура. Оказывается, вот я подниму эти архивы Алтайской правды, есть материал. Вот эта аллея, она была посажена олимпийскими чемпионами Олимпиады 1980 года. Точно? Роднина здесь была. Она принимала участие в высадке вот этих деревьев. Можно было на травке посидеть, даже расстелить, а не в зарослях вот здесь. Делать какие-нибудь площадки, возможно, для тенниса. Кстати, многие отмечают, что горожане не только активно голосуют за преображение зеленых зон с их появлением, они более бережно относятся к сохранению парков. В том же юбилеи нам следят за порядком и сообщают в мэрию в случае нанесения каких-то повреждений. А еще готовы голосовать за появление новых, за продолжение городской зеленой революции. Тем более, что в этом готовы помогать. С 2019 года мы порядка 19 зон таких реконструировали. Благодаря поддержке Виктора Петровича Томенко, то есть мы участвуем, выделяется очень большой объем краевого финансирования. На текущий год у нас порядка 350 миллионов выделено на благоустройство наших зеленых территорий. Город меняется. Мы сюда приехали в 2012 году с Киргизии. Город очень вырос. В зеленом насаждении вырос, вообще вырос. Да, качество зеленых зон растет, количество тоже растет. Ну и как бы, соответственно, опыт в этой сфере тоже накапливается. То есть у нас есть уже готовые кейсы, которые можно как-то экстраполировать на будущие проекты. Уезжать отсюда не будем. Нам очень нравится наш город Барнаул. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. Специально для программы «Пульс города». Барнаульский планетарий после обретения им нового дома посещает в два раза больше людей. Такие данные озвучили на совещании с главой города Вячеславом Франком, ключевой темой которого стало дальнейшее развитие «Звездного дома». Музей космонавтики, интерактивный зал и другие новинки появятся в Барнаульском планетарии после капитального ремонта. Проектно-сметная документация уже разработана и предполагает определенные финансовые вливания. Предполагают затраты порядка 73 миллионов. Но здесь предусмотрено не только капитальный ремонт этих помещений, но и их приспособление под дальнейший монтаж оборудования. Напомним, в 2022 году планетарий переехал в бывший кинотеатр «Родина». До этого он располагался в здании Крестово-Сдвиженской церкви в парке Изумрудной. В центре города окно во вселенную начало пользоваться больше популярностью. Власти решили, что дальнейшая реновация еще больше повысит зрительский спрос. После обустройства дополнительных залов начнется второй этап реконструкции. Ремонт фасада, это ремонт кровли, это благоустройство территории. На сегодняшний день также ведется разработка, прежде всего, проектно-сметная документация. Здесь есть тоже свои особенности. Особенность здания в том, что оно является объектом культурного наследия. И восстанавливать его нужно бережно. С соблюдением процедуры, определенной федеральным законодательством. Глава города Вячеслав Франк на совещании в администрации города предложил привлечь местных архитекторов, чтобы они помогли грамотно и со вкусом вписать звездную площадку в городское пространство. Валентина Аскерова специально для программы «Пульс города». День города стремительно приближается. До празднования 293-й годовщины образования Барнаула осталось чуть больше недели. 2 сентября пройдет множество фестивалей, выставок, мастер-классов, викторин и розыгрышей. Выступят несколько столичных артистов. Главное место торжеств – площадь Сахарова. Здесь установят сцену и локальные площадки городских организаций и предприятий. Для жителей и гостей города проведут спортивный фестиваль. Затем на сцене выступят лучшие музыканты и танцоры Барнаула. И пройдет концертная молодежная программа с участием творческих коллективов вузов «Барнаул молодежный». Вечером на площади Сахарова состоится фестиваль «Русское лето за Россию». На нем выступят москвичи группа Дианы Завидовой и 7Б, новосибирский коллектив «Рви Миха» и барнаульская группа «Фогили Ко». А завершит концерт рок-певица Ольга Кармухина. Затем в 22 часа прогремит главный салют. Отметим праздничные мероприятия, запланированные также у нулевого километра и на улице Малотобольская. На этом у меня все новости. Будьте в курсе событий краевой столицы и держите руку на пульсе города. До встречи в эфире.